приветствую вас уважаемые рыбаки не могу без внимания оставить ваш вопрос про удочки много лет занимался исключительно спортивной рыбалкой спортивная это больше скоростная рыбалка поэтому все удочки у меня заточены именно для быстрой манипуляции со снастью я использую два вида удочек один вот такой пластиковый телефончик вот с небольшими доработками по моему это для спортивной рыбалки самый лучший вариант если бы сейчас где удочки может быть выбрал что-нибудь поинтереснее какую теплую ручку удобную еще что-то но меня до сих пор устраивают такие удочки поэтому и сейчас ими пользуюсь давайте посмотрим что я дорабатываю в этих удочках но прежде всего нужно удалить все шероховатости заусенцы острые вот эти кромочки я скругляю запиливаю обтачиваю все приливы фиксатор тоже его это обрезаю заподлицо чтобы можно было только за него ухватиться пальцами а так все заподлицо делаю абсолютно ровным даже вот этот фиксатор это и его зашлифовываю чтобы был гладкий это делается для того чтобы когда отбрасываешь удочку назад она легко скользила ни за что не зацепляла это удочка в общем-то легкая она может и перевернуться и когда подтаскиваешь и обратно чтобы она даже если перевернется хорошо скользила по льду по снегу хлыстики делаю короткими тут общая длина у меня удочки получаются где-то 25 сантиметров ну может быть чуть больше материал хлыстика его характеристики я думаю здесь не играют никакой роли лишь бы на морозе он не терял своих свойств не ломался не делался сильно жестким для того чтобы уменьшить провисание лески я вставляю капроновые трубочки здесь вот у этой модели есть отверстия под ну подножки это ну это сошку вот в эту дырочку я вставляю вот хорошо подходит капроновая трубочка стержней ну это гелевых ручек такие вот есть он на морозе остается мягким ничего с ним не делается что касается кивка материал конечно же лавсан лучше никто ничего не придумал пока но есть титановые сейчас делают но они стоят очень дорого но у меня как бы на каждую мормышку свой кивок я бы разорился на это титановых делаю его цельных никаких дырочек я здесь не прокалываю а делаю вот такое вот вот такое большое ушко я покупаю отдельно лавсановый кивок вырезаю из него по чувствительности то что мне нужно и покупая вот такие вот обычные кивки не знаю с чего не сделаны ну вот у них есть вот такое вот ушко я его обрезаю и леплю на лавсановый кивок чувствительность его делаю таким образом чтобы он образовывал параболу не не ломался в начале не в конце а загибался равномерно по всей длине вот видите что выходит и при поклевке даже если он полностью вот я тяну вот да это до упора он у меня у основания не переломывается вот таким вот образом я их делаю крепеж кивка я тоже делаю максимально маленьким сейчас на примере вот большой это трубочки покажу как я делаю я под это подбираю трубочку это диаметром по кивку ну допустим вот она у меня толстая вот такая трубочка берут я беру лезвием прорезаю вот такой пазик делаю скос и отрезаю вот таким вот образом вот что у меня получается потом беру вставляю кивочек сюда и одеваю на хлыстик одеваю так чтобы хлыстик не загораживаю вот это отверстие покажу на толстой леске теперь в нее можно пропустить леску ну и дальше ложка вот вся система чем еще удобен такой способ что допустим можно собрать удочку после рыбалки и мормышка будет находиться около хлыстика а не висеть на кивке вторая система удочек такой же пластиковый корпус но здесь конечно есть вот штырьки от фиксатор сам сильно выступает но это тоже пластик и он довольно таки тяжелый и вот он сделан нижняя часть у него как бы санками у него одна часть со скосом приподнята и вот если подтаскивать его она хорошо катаются как саночки общем тоже меня в общем то устраивают здесь я хлыстик полностью заменил на трубочку здесь есть дырочка под леску я ее проигнорировала пропустила леску непосредственно в саму трубочку и у меня леска проходит полностью в трубочке нигде не провисает ну а здесь по той же самой системе висит киво кто только здесь уже просто кембриком его заневолил вот и все кивочек точно такой же легко собирается мормышка тоже остается висеть на этой трубочке кивок остается свободным вот такие вот две системы мне уже служат многие годы опять же не хочу навязывать никому свое мнение потому что сейчас на рынке появляется очень много всяких прекрасных удочек для любительской ловли мягкие теплые там ну красивые все это конечно правильно это удочки именно для скоростной спортивной рыбалки и буквально два слова про спиннинги спиннинг может быть абсолютно любым я пользуюсь вот самым простым такой чтобы вы просто катушечка и удобный фиксатор и все меня это устраивает я не пользуюсь на спиннинги кивками просто меняю хлыстики длину хлыстов я их ввожу всего два с собой это на тот случай если какой-то придет в негодность что-то наступишь или еще что то так а вот удочек а вот удочки я под каждую под мормышку так сказать у меня своя удочка их набирается у меня ну в пределах двух десятков итак друзья думаю на этот вопрос я ответил спасибо вам всем за внимание делитесь в комментариях своими мнениями опытом мне это тоже интересно всего доброго удачного ну Субтитры подогнал «Симон»